Девушки отдыхают 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 работы нормально перепала а что у тебя твое слово зам директора по финансам кавказа но тогда ничья багажнике мертвого вот и выиграла сейчас приедем к дамбе и там остановимся ненадолго откалибруем тебя с турелью надо чтоб ты тоже мог ей пользоваться так у нас будет больше шансов подключайся может не будем тратить на это время будем разве что ты умеешь стрелять без поддержки в движении при этом тебя лупят со всех сторон и при этом ты еще во что-то попадаешь но мне почему-то так не кажется так что не выпендривайся просто делай что я сказала как подключаться через личный порт а как еще только следи за джеком иногда его надо чуть-чуть покачать подключился стой сначала диагностика черт все время выдают ошибку странно сейчас обойду ознакомься по нам это джонни ни с того блять ни с сего поздравляю слушай у тебя окажется имплант с вирусом который сзади на шее это не вирус просто вредоносная программа заебывает но жить можно мудила это как-то повлияет на калибровку посмотрим ну что было не было видишь кучу мусора дай по ней короткую очередь я займусь калибровкой отлично следующая цель один выстрел а еще разок длинной очередью супер закругляемся вроде не так плохо скажи а как будем снимать движущиеся цели пушка откалибрована у тебя будет поддержка системы только следи чтобы отдачи тебя с машины не унесло где эта электростанция погодь сейчас увидишь покажу тебе одно место оттуда хороший вид надо только посмотреть что вокруг чисто саботаж на электростанции корпорации нападение на транспорт корпорации похищение работника корпорации ищешь куда приткнуть слово корпа или на что-то намекаешь да нет ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад не хватает только харизмы и и большого члена а что может мы даже и подружимся как считаешь если что я гоняюсь за хельманом не для того чтобы подложить свинью арасаки это вопрос жизни и смерти моей если что ты за ним гоняешься из-за арасаки и гребаной железки какая разница какие у тебя мотивы цель оправдывает средства и твоя цель выжить все в порядке можно выдохнуть патрулей вроде не видно большая штука это коллектор смотри видишь эти антенны каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите потом она превращается в электричество станции обслуживает целый город честно да хер его знает ничего скоро выясним так антенны идут по всей магистрали и это нам на руку они же все связаны нам надо просто поковыряться в коллекторе пойдет цепная реакция и будет импульс от всех антенн ави попадется как муха в паутину нам останется только ударить импульсом в нужный момент тогда пошли ударим когда приедем на станцию я проложу обвод для детонатора а ты перегрузишь система а если нам забить на сложности и просто взорвать всю станцию вообще только за но этот взрыв сразу запустит аварийную блокировку всех коллекторов мы даже снять ее не успеем как весь найдите будет знать что мы здесь мысль хорошая ну давай в другой раз окей перегрузить систему это я хоть сейчас надеюсь там ничего сложного я прав вроде нет просто выкрутишь все на максимум и все или сильнее если получится ладно и что теперь теперь ждем нам надо приехать к станции когда ави будет на полете понял отлично поехали ты раньше что-то такое делала сбивать ави 1 нет а что просто ты придумала крутой план с этой электростанции сетями системами и импульсом ну так главное какой у тебя подход я действую по правилу 3r это чё вообще разведка разработка реализация прежде чем впрячься в любую херню всегда делай три вещи сперва разведай какие будут трудности и оцени свои ресурсы потом разработай план с учетом этих двух переменных возьми то что есть найди то чего не хватает ну и наконец реализуй план все просто тебе надо придумывать принты для футболок 3r это все что нужно тебе для счастья но иногда еще пивка холодненького эти 3r ты изобрела мне куда мне узнала вальде кальдо от мечи и скорпиона их научили этому методу на войне они уже вынесли его в жизнь он мне уже пригождался и сегодня тоже пригодится а если что-то пойдет не так ну тогда придется импровизировать а ты что думал я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха блять ну вот а я уже почти поверил с тобой не соскучишься ну чё скоро уже приедем еще раз заезжаем расхерачиваем систему и валим к чертовой матери держись сейчас чуток тряхнет приготовься окей я готов я займусь это все но тупить некогда найди панель ви я подключу детонатор давай а о о о Терпим, дышим. Черт, по нам, по-моему, мы переборщили. Жить будешь. Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Ви, уебывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загорода стал. В следующий раз мо... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял. На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. М? Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро долларов. И как ощущения? У нас только один шанс по нам. Главное, его не просрать. Не ссы. Я все довожу до конца. Всегда. Вот я заметил. М? Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится ави. А то пропустим еще. Вот оно. Летит с пасифики. Так. Приготовься. Еще секунду. Еще. Давай. Бум. Готово. Черт, что такое? Что происходит? Твою ж мать. Попали. Банам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Банам, ты что вытворяешь? Теперь догоним. А, теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально. После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ави без маркировки. Теряет высоту. Где ты? Это Миша Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может батареи сами заработают. Миша Скорпион, это по нам. Не трогайте это, Ави. Повторяю, не трогайте это, Ави. Ага, нет. Придется начать праздник без тебя. Это Кантау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Троны. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Хера Лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с печью. Банан, проблема. Не стреляйте. Блять, опять заело что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот сука. Они у нас на хвосте, Банан. Знаю. Гребаные защёлки не открываются. Ещё чуть-чуть. Банан! Да ничего со мной не будет. Вот так, нормально. Ещё часик протяну. Часика хватит. Упал. За этим холмом. Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука. Банан, всё нормально? Долбаный рикошет. Ты как, жива? А то, живее всех живых. Чувак, ты где? Ага. Алло, Скорпион. Простите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, чтобы тут ебануться. Что-то случилось? Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось? Проверим. Вижу, Ави. Скорпиона нет. И Митча. Просроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. А нас не обнаружат? Я включу маскировку. Сканеры у них вырубились. Ничего, мы проскочим. Погнали. Подключишься к Визеру? Угу. Ви, если они добрались до Аль-Декальта, если Митч и Скорпион погибли, я... Знаю, знаю. Подключился. Беру управление. О, нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан? Аль-Декальта. Да, вам. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно. Мы пока ничего не знаем. Корпораты ебучие. Гранатомет. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Митч, он жив! Их взяли в плен! Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила. Это все из-за меня. На кой хер они поехали за эти мави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще живы. Они живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Давай так. Ты останешься в машине, а я... Ага, конечно, размечтался. Я с тобой. Там мои парни. По нам. Ты, может, не в курсе, но тебя ранили. Жди в машине. Я попробую разъебать гранатомет. Ну... Ладно. У меня есть винтовка Митча. Я постараюсь прикрывать тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел. Хорошая мысль. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, все чисто. Еду к тебе. Открывай дверь, я тебя прикрою. Давай! Не подходи! А ну-ка, отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие, быстро! Спокойно. Мы можем сделать так, что никто не пострадал. Мы вызвали подкрепление. Пиздец! У тебя последний шанс уйти живым. Серьезно, давай договоримся. С чего мне вам верить? По нам! Стреляй! Чувак, на тебя всем насрать. Ты тут ни при чем. Отпусти его и скажи мне, где ваш пассажир. Я... Я не знаю, куда его забрали. Ни хрена! Врешь, сука! Ты не знаешь или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь. Я позвоню своим и все узнаю. Панам! Ну только если... Заткнись, сука! Блядь! Панам! Твою же мать! Террасия. Ты как? Ерунда. Поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, Панам. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Митч? Митч! Он... Он жив? По нам, прости меня. Я не успел. Нет! Нет! Ты уверен? Нету! Дерьмовая история. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащил меня. Да. Жаль, не смог вытащить всех. Ну, что уж теперь. Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели, чье оно? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито. А мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае, мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. По нам, смотри. Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмана. Ты обещала мне помочь. Это еще в силе? Я всегда держу слово. Мич, я найду этих тварей. Обещаю. Езжайте, я позову наших, тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой, она любит ломаться. Возьмем байки. Давай так. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. По нам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей, я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантао. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. Я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви, ты хороший. Ты помог мне с Нэшем, потом с Митчем. Я у тебя в долгу. Так что найду я тебе этого Хельмана. А, значит, вот как. Просто отдаешь долг? Нет. Кочевники всегда помогают своим. Так я теперь для вас свой. Вольщен. Поехали. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. Эти ребята были тут. Так, поехали за ними. Ну вот и все. Супер, говорю, мне будет плохо в городе. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне чертеет город, мы накупим консервов, набодяжим в термосы, кофе, списки и поедем, куда глаза глядят. Он хотел ездить подальше на себя. Клево. И я б так хотел. Да, только он погиб. Почему? Как всегда. Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай. Всякое бывает. Но ты-то жива. И у тебя есть еще кое-какие дела. Угу. Как я могла забыть. Окей. Я тебя влюблю. Дроны. Патрули. Они засели тут. Ну да. Хельмана они, наверное, где-то держат в заперти. Блин, Ви, смотри. Распределители выглядят нормально. Не похоже на заброшку. Они могли вызвать сюда новое Ави. Ну, скоро увидим. Вы там все поняли! Белые импанты! Белые импанты! Выходи, не бойся! Кто тебя послал? Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Йоринобу Арасака? Ты меня увезешь, или… Вот же крысеныш. Сейчас или заорет, или убежит. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Из-за что он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться, тебя или Арасаки. Ничего личного. Выходи, не бойся, мы тебя не трогаем. Ты вроде собирался позвонить Токимуре, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. И не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Токимура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе неприятель. Токимура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Sunset. Хорошо. Я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывезти его туда, где тихо. Согласен. Согласен. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Все чисто. На дороге никого не было. Но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Это долгая история. Даже не знаю, откуда лучше начать. Ну, в другой раз. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и по нам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил? Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай вид, что меня нет. А то у тебя всегда хорошо получалось. Погоди. По нам правда не виновата. Помолчи. Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да. Конечно. Это все из-за меня. Панам помогала мне. Если бы не я, Ави бы не сбили. И Скорпион со своими парнями за ним бы не поехали. Ты понимаешь, Сол? Если ты Аль-Декальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клад. Независимо от обстоятельств. Может, Панам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Аль-Декальда? Просто охренеть. Да не парься из-за Сола. Он потом успокоится. Да, мне все равно. А ему далеко не все равно по нам. Сол сказал ехать за вами, когда про все узнал. Он волновался за тебя, понимаешь? Сол? Это он сказал? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и травмы. Ну, ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся, не лезь на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити. Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. У вас минута. Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Эй. Где я? Что это за место? В мотеле. В жопе мира. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал для Арасаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Йоринобу, Арасака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кантао, можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь ее решить. Не понял. А при чем здесь тогда биочип? Твоя железка пытается меня убить. В рекламе, по-моему, об этом не говорили. Если у тебя какие-то претензии, рассказывай подробнее. У меня в голове конструкт Джонни Сильверхенда. Его нужно оттуда убрать. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Йоринобу Арасаки по заказу одной телки, которая потом меня кинула. И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Йоринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой рипер сказал... Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип. А не энграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили до хера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть? Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Ууу, как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Ладно. Невероятно. Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О боже. Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно? Единственное, что я могу сделать... Ее. Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это? Жить с двумя личностями. Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты. И Сильверхенд. Ты. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор. Но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик, террорист, самоубийца. Ну, ебанутся. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Я думаю, я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда, хорошая же идея. Слышь. Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебе сейчас заболтает. Знаешь что, хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь, если ты пойдешь со мной в Кантао. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотрек? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Оставляю. Пусть мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви. Я запомню это. Ох, как жарко. У меня язык, как наждачная бумага. А, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. И они такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. Нет, не стоит. Блять! Что за... Блять! Да сядь ты, господи! Это биочип? Ну, не третий же месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать, Росаку. Бла-бла, блять. Взрывать Микоши. Ты что, правда превращаешься в меня? Не скажу, что я рад. Ты ебаный манипулятор. Циник. И эгоист. Ты открываешь рот только, чтобы кого-нибудь облить грязью. Но когда нужно, мы же нормально общаемся. Может, пора чуть больше мне доверять? Знаешь, иногда ты бываешь просто очарователен. Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Росаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Росаке время на эвакуацию. Не обманывай себя. Ты сам убиваешь. Значит, дело только в количестве. Я не хочу с тобой спорить. Просто признай, что ты непредсказуем. Как и ты. Подумай, кем ты был раньше. И вспомни, что ты делал недавно. Маршрут ясен. Видишь, к чему все идет? Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити. А теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Идем. У нас много дел. Идем. Я не понимаю. Неужели Росаке перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте. Ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают. Проскочит искра. Заполыхает весь Джапан Таун. Выдавление беспорядков. Лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру Сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Зачем Юри Нобу это нужно? Мне казалось, этот парень клал болт на традиции. Так и есть. Так и есть. Но дело не только в японских традициях. Юри Нобу важно еще и показать силу. Платформы наверняка будут прекрасны. Но бдительное око сразу разглядит в них обращение к противникам. Какое обращение? Я здесь, Кумин Думу. Бойтесь меня. Доходчиво ничего не скажешь. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако Сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте. В промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Так. А дальше? У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В кабуке. Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана. Особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Как-то странно получается. Мне всю грязную работу за вас делать? Ты хочешь поменяться местами? И что ты ей скажешь? Здравствуйте, меня зовут Ви. Ханако сама меня знает. Говорить с ней должен я. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Отпустите! Я запускаю тебя! Блядь, сработало! Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Карасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать Якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот рассачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Расслабься, Джонни. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Ты, Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Карасаки и взламываем платформу Ханако-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханако-сама. Это будет самоубийство. Но я и более глупую херню творил. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Не, не, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся умы руки опытного вора. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Повар, сделай погромче. Именно поэтому я принял решение... пока Юринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... Ксо. С чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить. Лично. Фракции внутри Арасаки? Какие, например? Три основные. Киди, Хату, Така. Киди. За стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханако Сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичи Кусама. Внучку Сабуру Сама. Я мало о ней знаю. Атака – это группа предателей, которых собрал Юринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака Сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака Сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханако Сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханако поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабура она есть. Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. А пилки и пластик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Хм... Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно. Ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? Может, вы пока метнетесь за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал анигири с треской. Или с жареным лососем. Собора Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом. А то нам захочется есть. Можно начинать. Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Кажется, я все увидел. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Хм. Ты так же говорил, когда входил в компеки Плаза. Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. Если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Виви. Что? Не делай резких движений. Ты видишь. Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенеко? Что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Вы верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера. Это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Китсуне, Капа и как раз о Бакенеко. Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. Раз уж мы говорим о детстве. Я помню, как первый раз катался на бобере по холмам. И еще первый поцелуй посреди полисинтетической кукурузы. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда под трущобом проезжали корпоративные транспортеры. А Росака отбирала детей, но только чистых. Для чего им нужны были дети? Для корпоративной армии. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. А как Салага превратился из уборщика сортира в телохранителя самого собора Аросаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе, А Росака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабура? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояло сотня претендентов. А Росака сам заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. Если бы не этот шанс, вы так и жили бы в нищете. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно, и ради чего вы ей пожертвовали? А Росака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципов. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он. Дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Росака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из ЧИБ-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в Канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Вы не помните, что случилось в Дайнере Тома? Люди терпеть не могут корпорации. Я их понимаю. Мне есть о чем жалеть, но явно не о том, что я ограбил Росаку. Иногда мне хочется стать кочевником, убежать от этого мира, забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клан, а не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в камбэке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласен. Я хочу рассказать тебе еще кое-что. Это касается Уэллса. Джеки? Что такое? Когда я пошел по твоему следу, остальные поехали искать Уэллса. Они забрали его тело. Хоть убейте, не понимаю зачем. Чтобы мать не могла его проводить как положено. У Арасаки есть способ получать информацию даже от мертвых. В смысле получать информацию? Не спрашивай. Я знаю немного, но мне говорили, что для этого используют программу Душегуб. Они могут извлечь из тела Уэллса Энграмму. Поврежденную, неполную, но все-таки Энграмму. Ебаные суки. Куда они поместили конструкт Джеки? Этого я не знаю. Почему вы не рассказали раньше? Я не знал, можно ли тебе верить. Обстоятельства изменились. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Блядь, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. все, я внутри. Ищи самую большую платформу, пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Стреляй! Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько станей поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Блять, сработало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тени вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу. Я их ищусь. Я их ищусь. Я их ищусь. Я их ищусь. Спокойно, Панан. Без паники. Что у вас там случилось? Помнишь Соло? Старейшину моего бывшего клана. О, да. Вы вроде как поссорились. Теперь это не важно. Он… Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай кальде-кальде. Там все расскажу. Аль-де-кальде? Я думал, ты от них ушла. Ладно, долго объяснять. Просто приезжай скорей. Жду.